Официальные партнеры программы новости дня. Торговая группа Абсолют. Сеть магазинов Мой Сон. Федеральный маркетплейс Бутс. Сеть салонов Видеооптика Плюс. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очень рады за него, гордимся и прям вообще супер-супер. Михаил Асташов, обладатель золота Паралимпийских игр. С победой земляка поздравляет вся Бурятия. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По составленной ориентировке росгвардейцы начали оперативно-розыскные мероприятия. В республике удалось раскрыть несколько краш. Велосипедов в том числе. Все ЧП мы собрали в горячей линии ТВ-кома. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Было тяжело учителям, было тяжело детишкам, было тяжело родителям. Справились. Несмотря на пандемию, в Улан-Удэ прошла традиционная конференция работников образования. Наступает 1 сентября. Водитель, будь внимательным на дорогах. В Улан-Удэ прошла акция «Соблюдайте скорость рядом школам». Как водителей учили ездить дети, расскажем далее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Михаил Асташов накануне стал обладателем золотой медали Паралимпийских игр в Токио. Напомню, наш земляк стал лучшим в гонке преследования на 3000 метров. Жители республики, представители власти всех уровней, начиная от президента страны, поздравили атлета с заслуженной наградой. К этой медали Михаил шел всю жизнь. Фраза «не благодаря, а вопреки» – это как раз про него. Трудолюбие, упорство и вера в самого себя позволило нашему атлету стать лучшим на главных спортивных играх планеты. Одним из первых его поздравил Владимир Путин. Примите поздравления с триумфальным выступлением на 16-х паралимпийских летних играх в Токио. В гонке преследования на 3000 метров вам не было равных. Вы продемонстрировали высочайший уровень подготовки и мастерства. Проявили по-настоящему чемпионский характер, умение бороться до конца и побеждать. Эта золотая медаль – ваше выдающееся личное достижение и достойный вклад в общий результат нашей замечательной команды паралимпийцев. Молодец! Жители Бурятии не остались в стороне в социальных сетях. Все радуются победе нашего земляка. Пройти путь от простого детдомовца до обладателя золотой медали – пример для многих. Очень рады за него, гордимся им, прям вообще супер-супер. Пример чего? Для всех пример выносливости, такой силы, внутренней силы, скорее всего, это проявляется его энергия такая. Молодец! Я думаю, что это станет толчком для того, чтобы они посмотрели власти, обратили внимание, начали делать, чтобы понимать, что люди с ограниченными возможностями тоже могут многое, могут приносить победу республике. Это здорово, на самом деле, когда люди идут до конца к своей цели, когда достигают ее и когда цель вознаграждается, это очень круто. Тем более паралимпийцы, они молодцы. Я, на самом деле, очень рад за них и поздравляю от всей души. Не нужно сидеть на диване, нужно идти к своей цели, ехать куда-то, достигать каких-то результатов. То есть, это огромный пример положительный. Вчера он выиграл паралимпийскую медаль, вы в курсе? Да, да. Что по этому поводу можешь сказать? Ну, как бы, мы рады за него, гордимся, что у нас наш земляк выиграл. Это очень хорошо получается. Горжусь за него. Ну, для нас это пример? Пример, конечно. Пример чего? Пример. Ребята, как сказать? Жить России не сдаваться? Да, люди. Жить и не сдаваться. Правильно сказали. Одним из первых с победой поздравил и глава республики Алексей Циденов. В стороне не остались и депутаты народного хурала Михаил Гиргенов. Знаком со спортсменом много лет. В свое время в знак благодарности и дружбы Михаил Асташов подарил ему медаль, завоеванную в Алании. Сумма вознаграждения паралимпийцев и олимпийцев ничем не отличается. От республики ему положено субсидия полтора миллиона рублей, сертификат на квартиру от 70 квадратных метров и пожизненная стипендия 20 тысяч рублей. Тренеру положена стипендия в размере 10-15 тысяч рублей. Михаил Асташов сейчас готовится к новому старту. Сегодня он выйдет на дорожку в одиночной гонке. 31 августа примет участие в индивидуальной шоссейной гонке с раздельного старта, а 2 сентября в групповой шоссейной гонке. Смотрим, болеем, переживаем и радуемся за Михаила Асташова. Михаил, мы желаем вам удачи, побед. Мы все за вас болеем. Вся республика болеет за вас. Батар Ламбаев, Максим Махалов. Новости дня. В Наушках объявлен режим ЧС. Из-за поднятия уровня воды в реке Селинга часть поселка, можно сказать, оказалась под водой. Подтоплены некоторые улицы, дворы и дома. Сейчас власти района уточняют данные потерпевших, оценивают причиненный ущерб для оказания материальной помощи всем пострадавшим. Тем, кто оказался в зоне бедствия, организован подвоз питьевой воды. Руководители администрации поселения просят жителей пить только кипяченую или бутилированную воду. Мыть руки, овощи, фрукты в открытых водоемах запрещено во время во избежание инфекционных заболеваний. Дело Баира Жамбалова передано в Верховный суд Бурятии. Апелляционные жалобы подали адвокат бывшего вице-спикера Народного хурала, прокурор и отец погибшей Гали Бурчевской. Дата заседания пока не назначена. Судя по всему, стороны хотят обжаловать приговор, вынесенный в мае этого года. Тогда Прибайкальский районный суд признал политика виновным в гибели 17-летней девушки и дал ему 6 лет 1 месяц в колонии поселения. Максим Бурчевский сразу же заявил, что считает такое наказание слишком мягким. Этой же позиции придерживается и прокурор. Сам Жамбалов свою вину не признал ни в ходе следствия, ни на суде. Напомним, 5 января 2020 года возле села Батурино водитель внедорожника насмерть сбил 17-летнюю Галю Бурчевскую и скрылся с места ДТП. В Бурятии удалось раскрыть несколько краж. А в детских летних лагерях нашей республики проходят профилактические беседы о соблюдении пожарной безопасности. Обо всем расскажем в нашей постоянной рубрике «Горячая линия ТВ-кома». Росгвардейцы начали оперативно-розыскные мероприятия. Подозреваемый был задержан, когда шел по улице. Злоумышленник уже успел продать велосипед. Задержанный 35-летний местный житель был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В УАН-УДэ задержан подозреваемый в краже из магазина бытовой техники. Молодой человек и девушка, находясь в торговой точке в 110-м микрорайоне, тайно похитили с витрины портативную колонку. Задержанный рассказал правоохранителям, что вместе со своей девушкой пришел в торговый центр. Проходя мимо прилавка, он захотел похитить портативную колонку. Сказав девушке, чтобы она повернулась спиной, якобы он хочет что-то взять из рюкзака, сложил туда похищенное. Затем, как утверждает подозреваемый, по пути домой он забыл колонку на сидении маршрутного автобуса. Отметим, молодой человек ранее судим за имущественные преступления. По факту кража возбуждено уголовное дело. Другим темам. Сотрудники Главного управления МЧС России по Бурятии провели профилактические беседы и инструктажи с отдыхающими и персоналом летних лагерей о соблюдении требований пожарной безопасности. Детская шалость с огнем нередко становится причиной пожаров. Так, с начала года из-за этого произошло 21 возгорание. За аналогичный период прошлого года таких случаев было 26. В этом году, конечно, учитывая эпидемиологическую обстановку, проводим это все на открытом воздухе с ограниченным количеством детей. Но, тем не менее, эту работу проводить надо. Мы ее проводим, доводим, с детьми беседуем. Им это очень все нравится. Демонстрируем технику пожарную. То есть показываем, что там находится. Пожарные наши рассказывают о нелегкой службе. Ну и вообще все доводим меры пожарной безопасности. Еще раз с ними повторяем все действия в случае пожара. Часто такие пожары происходят из-за неосторожного обращения с огнем и недостаточного контроля за детьми со стороны взрослых. Чтобы избежать беды, родителям собственным примером рекомендуется чаще проводить беседы с детьми о соблюдении мер пожарной безопасности в быту. Андрей Слепнев, Новости дня. В Бурятии сироты получат по 10 тысяч рублей. Деньги полагаются при увольнении с военной службы в запас и матерям с первенцем. Единовременной денежной выплатой воспользовались уже 365 жителей республики. Предоставляется паспорт, либо иной документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие утрату несовершеннолетнего возраста родителей, военный билет при увольнении с военной службы в запас свидетельства о рождении ребенка, матерям при рождении имя первого ребенка. С пакетом документов необходимо обратиться в клиентскую службу органов социальной защиты по месту жительства. Прием ведется по предварительной записи. В Улан-Удэ завершилась традиционная конференция работников образования. С 25 по 27 августа учебные заведения города защищали инновационные проекты, а специалисты делились опытом друг с другом и отчитывались о проделанной работе за год. Об итогах расскажем в следующем сюжете. Уже второй год подряд городской комитет выявляет лучшие муниципальные проекты, которые внедряются в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования. В этом году 18 инновационных площадок в первый день конференции отчитывались о проделанной работе. Мы не составляем рейтинг, кто лучше, кто хуже. Мне, как управленцу, важно поддержать успешность каждой школы. В чем, в каком проекте, как это сыграет роль для детей, какой эффект это даст на микрорайоне, как это в целом будет положительно сказываться на имидже города. В этом году за статус муниципальной инновационной площадки боролись 33 новых проекта, 16 из которых в итоге этот статус получили. Среди них детский театр на бурятском языке. Возникла такая идея приобщить это с большой глобальной проблемой нашей республики, это сохранение бурятского языка. И придумали открыть театр на базе школы, с которой мы сотрудничаем, и организовать там театральный кружок, как продолжение обучения бурятскому языку. Были и те, кто пробует свои силы во второй раз. Среди них 14-я гимназия. Молодой перспективный директор школы готов доказать, что его учебное заведение среди лучших из лучших. Статус муниципальной инновационной площадки, он в целом позволяет школе заявить о себе, свой опыт представить публике. Ну и любая, знаете, оценка своей деятельности. Ну вот сегодня я буду выступать перед экспертами. Я думаю, что их вопросы, их замечания, они всегда важны в работе. Важность инноваций в образовательном процессе отмечают и родители. Для них важно, чтобы детские сады и школы соответствовали современным тенденциям. Наши образовательные учреждения должны идти в ногу с инновациями. Что это должно быть интересно. Наши дети целый день находятся под присмотром педагогов дошкольного образования. И поэтому мне важно, чтобы детям было очень интересно в течение дня. Во второй день участники конференции в онлайн-режиме обменивались опытом друг с другом. Трансляции велись одновременно на семи дискуссионно-экспертных площадках. Ну а в третий, завершающий день, подвели итоги работы за год. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков оценил организацию образовательного процесса в городе на удовлетворительно. Учитывая тот факт, что пандемийный год принес немало проблем. Было тяжело учителям, было тяжело детишкам, было тяжело родителям. Но все через эту ступень перешагнули, преодолели и вписались в новые условия, в новые реалии жизни. Хотелось бы сказать, что несмотря на пандемию, мы продолжали работу по совершенствованию образовательного процесса, по укреплению и обновлению материально-технической базы. Это строительство новых детских свадьбов, это строительство новых школ, это строительство спортивных сооружений. Пожалуй, главным показателем успешности организации учебного процесса являются достижения самих школьников. Отметим, по итогам прошедшего учебного года 31 выпускник сдали ЕГЭ на 100 баллов. И 339 11-классников стали медалистами. Екатерина Лестратова, Роман Попов, Максим Махалов, Алексей Ромашов, Вячеслав Батоев. Новости дня. Подведение итогов конференции завершилось торжественной церемонией награждения. Лучшие работники в сфере образования получили благодарности и заслуженные звания. В торжественной церемонии приняли участие лучшие работники городской системы образования. Всего заслуженные награды получили 35 человек. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поблагодарил всех за плодотворный труд, усердие и любовь к профессии. Всему педагогическому сообществу, нашим учителям, я бы хотел выразить огромную благодарность как руководитель администрации и как сам родитель за ту огромную работу, те результаты, которые они достигли в прошлом году и те задачи, которые они сами перед собой поставили на предстоящий год. Сразу несколько человек получили медали за трудовую доблесть. Впрочем, наград в этот день было предостаточно. От благодарности до звания заслуженного учителя Бурятии и отличника просвещения Российской Федерации. Как сказал пастернак, цель творчества, самоотдача, они шумито и успеют. Поэтому работать дальше, творчески работать, отдавать детям дальше также свои знания, труд и любовь. И это приятное событие не только для меня, но и на самом деле для всего педагогического коллектива. Школа номер 35 с большими традициями. Школа номер 35 – это та школа, которая определяет образование в Республике Бурятии в Российской Федерации. Воспитатель, педагог, учитель – это всегда любовь к детям, любовь к профессии, любовь к родине. И я рада, что сегодня вот эта номинация досталась дошкольным образовательным учреждениям города, вот нашему детскому саду Калининград. Пожалуй, самым долгожданным стало объявление результатов в номинации «Лучшая муниципальная площадка». Отметим, что в этом году администрация города приняла решение о награждении трех лучших проектов. И вот впервые мы обратились к мэру с этой инициативой, что поощрить эти площадки. Это наше предложение поддержано, и на поощрение трех лучших площадок выделен один миллион рублей. Лучшие инновации выбирали среди школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Победители уже планируют вложить выигранные средства в развитие. Эти 300 тысяч рублей я планирую потратить прежде всего на материально-техническое обеспечение наших детских творческих. Объединение – это приобретение микродвигателей, сервоприводов, компьютеров, микродвигателей для моделей, программного обеспечения. Хочу поблагодарить всех своих коллег, команду наших единомышленников, наших педагогов. Наш детский сад в 2017 году открыл конституционный центр для детей и инвалидов, а в прошлом году мы стали стажировочной площадкой для детей и инвалидов, которые не посещающие вообще детские сады города ОМД. Инновацией занимаются наши педагоги, наши учителя. И пользуясь случаем, сегодняшним случаем, я хочу поздравить всех учителей нашего города с наступающим праздником, Днем Знаний. В городском комитете по образованию отметили, что на следующей августовской конференции вновь выберут лучшие проекты. Уже 33 инновационные площадки весь предстоящий год будут работать и доказывать своими результатами право стать победителями. Андрей Слепнев, Роман Попов, Алексей Ромашов, Вячеслав Батоев. Новости дня. Сейчас небольшая реклама и вот что вас ждет во второй части выпуска. Наступает 1 сентября. Водитель, будь внимательным на дорогах. В Улан-Удэ прошла акция «Соблюдайте скорость рядом с школам». Как водителей учили ездить дети, расскажем далее. Ну, дом сгорел. Все содержимое в доме тоже сгорело. Ну, хозяйство, курицы, индюки. Улан-Удэ семья осталась без крыши над головой. Как помочь погорельцам, расскажем в сюжете. Август. Пора на Байкал. Забегу в мой сон за махровым полотенцем и хлопковым халатом. Здесь все российское, добротное. Ассортимент большой. Отдохну на Байкале и запасусь здоровьем на год. Магазины «Мой сон» для вашего отдыха и здоровья. Новая коллекция прав 2021 года в салонах в виде «Оптика Плюс». Обнови свой образ красивой оправой. Быть современным – это просто. Если вы выбираете качественные вещи в магазине «Водолей» и «Хиттон». Только до 31 августа. Приобретайте качественные классические костюмы со скидкой 30%. Магазин «Водолей» и «Хиттон». Качество, которое видно сразу. Все подробности в магазине. Ровные, как гладь океана. Притягивающий взор, как женская красота. Расширяющий пространство до размеров вселенной. Линия неба. Натяжные потолки любой сложности. Телефон 307-307. Шикарная летняя распродажа меховых изделий от «Зимней сказки». Скидка до 50%. Улан-Удэ с 24 по 29 августа. Круговый центр «Пиплс Парк». Улица Жердева, 104 Б, 2 этаж. Новости дня на ТВ Коми. В студии Марии Латышева мы продолжаем. В Бурятии с начала августа начат сезон сборки урожая. У жителей республики есть возможность приобрести свежую продукцию от сельхозтоваропроизводителей. В Улан-Удэ специально в это время для фермеров подготовлены бесплатные площадки для реализации продуктов. Так, в Октябрьском районе таковых насчитывается шесть. Список вы видите на экранах. На одну точку меньше в Советском районе столицы. Здесь можно выделить ярмарку по улице Иволгинской. А в Железнодорожном районе приобрести свежие овощи и фрукты можно по улице Чкалова, 4 и Потуполева, 11. Отмечу, что такие же площадки работают в районных центрах Заиграевского, Кяхтинского, Севербайкальского, Бичурского, Джидинского, Тункинского, Трабогатайского и Иволгинского районов. Ставки по дальневосточной ипотеке снизились до 0,4%. Чтобы участвовать в программе и приобрести жилье, необходимо подтвердить доходы и занятость с помощью выписки из пенсионного фонда. В программе могут принимать участие семьи, если возраст обоих супругов не превышает 35 лет. Либо граждане не старше 35 лет, не состоящие в браке и имеющие несовершеннолетнего ребенка. А также участники программы дальневосточный гектар. Также данной программой могут воспользоваться граждане России, переехавшие на работу из других регионов, в регионы, входящие в состав Дальнего Востока. В рамках реализации региональных программ повышение мобильности трудовых ресурсов. Напомним, госпрограмма направлена на повышение доступности ипотеки на Дальнем Востоке. Также оформить льготный кредит на строительство индивидуального жилого дома могут участники программы «Дальневосточный гектар». В Алан-Удэ прошла акция «Соблюдайте скорость рядом школа». Дети вместе с сотрудниками ГИБДД и Минтранса Бурятии напомнили водителям о правилах дорожного движения. Наша съемочная группа с места событий. Акция «Соблюдайте скорость» рядом школа проводится в преддверии 1 сентября. Водители с улыбками и позитивом слушали советы детей и получали подарки. Автолюбители говорят, что всегда снижают скорость перед пешеходными переходами. Конечно, большая ответственность. Дорога ошибок не прощает, поэтому, соответственно, будем соблюдать правила дорожного движения и предельно осуществлять. Кому-то это точно нужно. Но кто быстро ездит, несмотря ни на что, им это точно нужно. Вы это правильно делаете, так и надо делать. Дети – это самое главное. Для проведения акции выбрали улицу Бабушкина рядом с 29-й школой. Многие дети, чтобы попасть на учебу, проходят по пешеходному переходу. В преддверии 1 сентября увеличивается транспортный поток. То есть количество транспортных средств увеличивается в городе Оланды, соответственно. И количество пешеходов увеличивается в связи с тем, что начинается учебный год. И получается, ну, подвижность населения на порядок выше, чем было это в летний период времени. С начала года на дорогах Бурятии зарегистрировано 60 ДТП с участием несовершеннолетних. 19 аварий связаны с наездами на юных пешеходов. Как показывает статистика, в сентябре число ДТП с участием детей, школьников возрастает. Потому что за время каникул они отвыкли от транспортной обстановки, подзабыли правила дорожной безопасности. Поэтому в начале учебного года от нас с вами, то есть от родителей, от водителей, от всех участников дорожного движения зависит именно то, как дети транспортно адаптируются к окружающим условиям. Чтобы случаев НЭЗа на детей становилось как можно меньше, иногда достаточно лишь не нарушать скоростной режим. Поблюдай скорость рядом с школой. Андрей Слепнев, Вячеслав Батоев. Новости дня. Регистрация сабвуфера или дополнительных динамиков только с разрешения. За установку нештатных элементов аудиосистемы можно будет получить штраф. Дело в том, что улучшение музыкальной системы в автомобиле подпадает под требования техрегламента о безопасности колесных транспортных средств. Разрешение на подобные изменения нужно получать и регистрировать в ГИБДД. Иначе грозит штраф 500 рублей. При этом, если водитель не устранит нарушение в отведенный срок, обычно это 10 дней, в автоинспекции могут снять автомобиль с регистрации, а водитель будет вновь оштрафован еще на 500 рублей. О спорте нашего земляка-боксера Георгия Кушаташвили не допустили на чемпионат России по боксу, который стартовал сегодня в Кемерово. Но 25-летний спортсмен, двукратный чемпион России по боксу, не опускает руки. На этом моя спортивная карьера не заканчивается, я тренируюсь дальше. Скоро я вам расскажу свои дальнейшие планы. Всем спасибо, кто за меня болеет. И всем Бурятии, Московской области успехов на чемпионате России всем моим друзьям. Федерация бокса России прокомментировала недопуск спортсмена к важным соревнованиям. Там напомнили о приговоре суда в отношении спортсменов в прошлом году. В официальном ответе назвали срок, до которого Кушаташвили исключили из сборной страны и отстранили от соревнований. До 10 сентября 2022 года. Подписчики поддерживают Георгия и предлагают подумать о переходе из любительского в профессиональный спорт. Чем меньше квартира, тем меньше питомцев можно в ней завести. В России хотят ограничить количество домашних животных, живущих в многоквартирных и частных домах. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. По словам Кирилла Черкасова, в нашей стране должно быть прописано положение, сколько и каких именно питомцев может находиться на квадратном метре. Соответствующую нормативно-правовую базу подготовит Минсельхоз России. И если питомец, запрещенный к содержанию, навредит окружающим, хозяину придется нести уголовную ответственность. Кроме того, закон ограничит количество животных, проживающих во дворах частных домов. Например, держать на обычной даче несколько сотен кроликов или птиц будет запрещено. На байкальских НЕРП установили спутниковые датчики. Научно-исследовательские работы проводились по трем направлениям. Велись визуальные наблюдения за залежкой НЕРП на острове Тонкий. Специалисты оценивали численность популяций животных, количество больных и не перелинявших. Также производился учет НЕРПы с помощью квадрокоптера на трех из четырех островов Ушканьева архипелага. Для учета байкальской НЕРПы, для изучения миграции, потому что способов изучить НЕРПу. Могильный метод, это значит, что не нужно изымать животное из секунды. Могильный метод изучения популяции животных. От НЕРПы сложно, потому что отловить повторно практически невозможно. Всего было отловлено 26 НЕРП, на 17 из которых были установлены спутниковые передатчики для отслеживания перемещения. У всех животных взяли образцы шерсти и крови для дальнейших лабораторных анализов. У Лануды семья осталась без крыши над головой. Дом сгорел, а ютиться приходится у соседей. Подробности и как можно помочь людям, пережившим горе, расскажем далее. На пожаре в частном доме по улице Лебедева пострадало трое человек. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание. Сейчас семье попросту некуда пойти. В доме сгорело все, начиная от личных вещей, заканчивая мебелью и техникой. По словам Александра, спасти не удалось даже документы. Ну, дом сгорел, все содержимое в доме тоже сгорело. Ну, хозяйство, курицы, индюки, там, не знаю, кролики. Документы дома. Документы тоже сгорело. Ну, что, куда теперь? Тоже, говоря, ничего не осталось. Вообще ничего не осталось. Все вот, только, не знаю, земля и все, остальное вот, все сгорело. На время семью приютили соседи. Сейчас все силы направлены только на то, как быстрее отстроить хоть какое-то жилище. Но сейчас своими силами это нереально. Само же возгорание дома произошло глубокой ночью, когда семья мирно спала. Все просто отец проснулся, он в туалет, он вышел, ну и крикнул. Вот, не то, что говорит, ну вот, удивился человек. Я следом выбежал, увидел пожар, вот это все, потому что, ну вот, от поработки все пошло. Помочь семье можно уже сейчас. Все, кто неравнодушен, могут оказать поддержку. Номер телефона, к которому привязана банковская карта, вы видите на ваших экранах. Андрей Слепнев, Алексей Ромашов. Новости дня. Субтитры сделал DimaTorzok Герберы. Пусть эти названия мало что говорят школьнику, зато учителю точно будет приятно получить букет из нежных или ярких цветов. Традиция радовать педагогов такими подарками появилась еще в 80-е. Тогда День знаний признали официальным праздником. И сегодня ни одну торжественную линейку нельзя представить без ароматных бутонов. Букетик должен быть ярким и небольшим, чтобы ребенку было удобно его нести. И опять же, когда фотографироваться, чтобы букетик не загораживал ребенка. Также мы делаем тематические вставки в букетике для поднятия настроения. В салоне цветов Крона собрали для вас целую коллекцию таких букетов. Прошло то время, когда учителю дарили одни гладиолусы, пусть они и красивы. Уже готовые композиции из альстромерий, роз и орхидеи вызовут улыбку на лице каждого педагога. А ценники на цветы не смутят. К 1 сентября мы подготовили специальную коллекцию букетов по сниженным ценам. Букет для школьника можно приобрести от 500 рублей. Также с 31 августа по 3 сентября мы объявили специальную акцию «Скидка 25% на все горшечные растения». Приходите, ждем вас. Чтобы не стоять в очереди, 1 сентября можно сделать предзаказ. Забрать готовый букетик в таком случае вы сможете без ожидания. Подобрать композицию можно заранее, приехав в магазин, либо проконсультироваться с флористом по телефону или с помощью сообщений в соцсетях. Салон цветов Крона на Ключевской работает для вас круглосуточно. В 21.00 на Тевекоме в Асадуле в огороде. И снова бессменный ведущий и автор программы, заслуженный агроном России Анатолий Кушнарев, расскажет, чем заняться на даче в эти выходные. Какой урожай уже можно собирать, а с каким лучше повременить. Все секреты с грядок и теплиц в 21.00 для вас лично, Анатолий Кушнарев. Таким был этот выпуск, а я напомню его главные темы. Михаил Асташов, обладатель золота Паралимпийских игр. С победой земляка поздравляет вся Бурятия. Ездить водителей учили дети. В Улан-Удэ прошла акция «Соблюдайте скорость рядом школа». В Улан-Удэ семья осталась без крыши над головой. Помочь погорельцам можете им. Я напоминаю, наши новости вы всегда найдете на сайте, в инстаграме телеканала и в мобильном приложении пирс.тв. Я Мария Латышева, на этом с вами прощаюсь. И как всегда желаю вам только хороших новостей и отличных выходных. Шокер цена в Абсолюте. Бальзам и шампунь и фруктис со скидкой 38%. Всего за 178,79. Абсолют. Гарант низких цен. Привет. Привет. Нужен совет. Пригласили на свадьбу, просто голову сломала. Что подарить? Дорогая, ты по адресу. Я покупала подарок на юбилей родителям. Такой столовый комплект купила, закачаешься. Шикарная скатерть, словно шелком расшитая. В комплекте большие салфетки. Они в восторге. И еще я там такие комплекты постельного белья видела. Глаз не оторвать. Такой дарить в удовольствие. Заинтриговала. Где это? Магазин «Салон Лебедушка». Барсуева, 69А. Федеральный маркетплейс «Будс купить обувь». Оформи заказ на сайте и получи скидку 20% на первый заказ. Доставка в любую точку России бесплатна. Защищаем детские глазки с любовью. В преддверии нового учебного года яркие, модные. А главное, качественные оправы для деток в салонах «Видеоптика Плюс». Редактор субтитров А.Семкин